Девушки отдыхают Но я перед тобой стою И непонятно, что ловлю Я просто не могу уйти Я тебя люблю Сильно Она вернется Она вернется Приятно, что проекту уже больше трех лет И, по крайней мере, приятно перед теми, кто говорил, что они не продержатся и трех лет Продержались и только набираем обороты Потому что, мне кажется, только буквально последние полгода мы уже начали улавливать, что нам нужно делать Изменилось, наверное, взаимоотношение между нами и Костей Оно всегда было очень классным Но Костя нам стал еще больше доверять Еще больше мы стали обсуждать то, какое должна быть группа То, каким должен быть материал Он прислушивается к нам Объясняет нам, почему он делает некоторые ходы так Мы понимаем В общем, вот это, наверное, самое главное, что изменилось Это подход Ну и плюс рвение еще больше стало у каждого из нас Доказать, что мы не просто так И надолго пришли И достойны того места, которое и занимаем Допустим, шоу «Холостяк» Это понятно, что это шоу Да и девочки туда идут реально на шоу То тут как бы шли девочки реально искать любовь И вот это было самое сложное, пожалуй Потому что буквально за первый выпуск я уже понял, что я никого не выберу А нужно выбирать И все И вот в конце сезона, когда тебе продюсер говорит Нужно выбрать кого-то Я говорю, я не хочу никого выбирать, но нужно выбрать И ты выбираешь И потом придумываешь, почему ты перестал с ней общаться Короче, любовь на шоу строить – это гиблое дело Очень много музыки мы делаем сами на этот альбом И мы уже столько раз поссорились с пацанами из-за того, как должна звучать песня в итоге Что решили, что давайте напишем по песне каждый Сказали об этом Косте И Костя сказал, конечно, давайте, это очень крутая идея Потому что мы реально переживали, как он вообще это воспримет Он сказал, это очень крутая идея, давайте, почему нет Костя – это, конечно, просто суперчеловек Я таких людей не встречал никогда в жизни Потому что первое время я его вообще сравнивал с такой огромной, большой, такой энергетической горой Возле которой ты сидишь и прям заряжаешься После каждого разговора с Костей Меладзе Ты уходишь в клевом, приподнятом настроении То есть, помимо этого, он очень лаконичный человек То есть, он каким-то образом умудряется в одном предложении сказать все так, коротко и четко, что ты все понял То есть, и все настолько понятно Ну и плюс он, конечно, музыкально одарен, он просто гений Те мелодии, которые он пишет, это прям вообще Музыкой нужно жить, наверное Вот это самый главный совет То есть, музыку нельзя как-то делить временно на рабочее и нерабочее время То есть, музыкой нужно постоянно Ее нужно много очень слушать Ее нужно пытаться понять Ее нужно чувствовать обязательно Ее нужно очень много писать И не думать, какой она должна быть Она должна вот просто из тебя исходить и все Не думать о том, зайдет ли она, не зайдет Вот зайдет или не зайдет, это только время покажет А гадать нет смысла Я был в Индии и читал там книгу Называется «Сила настоящего» Мне очень понравилась одна идея Которая вообще идет в этой книге О том, что люди искусственно сами делят время на будущее, прошлое и настоящее Хотя, по сути, жизнь происходит всегда в настоящем Это уже люди для себя поставили какие-то временные рамки И за счет того, что мы очень много думаем о прошлом и о будущем в своих мыслях всегда Мы порой очень часто забываем наслаждаться жизнью самой Счастье? Оно в принципе состоит из каких-то моментов, которые наполняют твою жизнь То есть, абсолютно разные эмоции приносят счастье Иногда не очень положительные эмоции Иногда наоборот Иногда семья, иногда отдых, иногда работа То есть, по-разному Я очень хочу сняться в кино Очень хочу сняться в крутом каком-то кино И очень хочу сыграть роль какого-то психопата Вот прям неуравновешенного человека Вот, надеюсь, когда-то у меня это получится Если кто-то смотрит из режиссера в это интервью Чуваки, я реально крутой актер Возьмите Я ненавижу ждать Прям бесит меня, когда люди опаздывают Вот, в очереди ждать Не люблю, когда люди тупят Поэтому я не езжу в метро Потому что там люди тупят просто на каждом шагу Знаешь, когда они идут, идут И такое ощущение, что вот именно в эту секунду им пришел сигнал из космоса Он остановился и просто вот так втыкает А ты шел прямо за ним вот так Поэтому вот не люблю, не люблю тупеж И непрофессионализм не люблю еще Тоже очень дико То есть если человек чем-то занимается Мне кажется, он должен хотя бы стараться делать это лучше всех А у нас в стране этих непрофессионалов Особенно в этой сфере просто У меня был в детстве У меня причем так как-то оно градациями шло Сначала это был Фредди Меркури Я показал градациями так На самом деле это вот так градациями Сначала это был Фредди Меркури Потом Муми и Троль А потом, короче, Децл Вот, как-то так я и начал заниматься Ой, на Хочут Меладзе я вообще попал по абсолютнейшей случайности 17 мая, как сейчас помню Я проходил кастинг в городе Киев Самый первый день По-моему, это вообще был самый первый кастинг из всех Вот, и в этот день я должен был лететь на концерт Тимберлейка в Москве У него тогда был концерт большой в Олимпийском 2020 Experience Новый альбом Первый за 6 лет И не знаю, вот я как истинный фанат просто настолько сильно хотел попасть на его концерт Что он был готов просто забить вообще на этот кастинг На него не ехать Лишь бы увидеть Джастина Ну, как-то так сложилось Поехал Вот и прошел На кастинге мне сказали, что я полный вообще отстой Кусок коричневого вещества Не знаю, как еще сказать В общем, он был не сильно удачный для меня Но не знаю, что произошло Либо модераторы были какие-то злые, не позавтракали Вот, но все было классно На самом деле, огромное спасибо вообще этому проекту Этому этапу в своей жизни Потому что реально очень много узнал Очень много познал Много о чем подумал О чем думал в первый раз Вот, поэтому для меня это такой некий этап взросления Я по-настоящему повзрослел Да, музыка определенно делает меня счастливым По-настоящему Ну, просто как-то Вот если залезть в мою голову Посмотреть, вот Что там вообще происходит И вот сделать какую-то такую диаграмму То процентов 70 Это вот все мысли о музыке О том, как, блин, придумать классную мелодию Запоминающуюся Как вот сделать такое звучание классное Вот все время все о музыке Поэтому для меня это не мечта Для меня это просто Не знаю Я Я и есть Ну вот, через 30 лет Да Мне будет 8 Мне даже полтинника еще не будет Представляешь, через 30 Да не знаю Я К 50 годам хочу объездить весь мир Вот, не знаю Есть у меня такая мечта Смотрю На Чуваков Разных Например, Артемий Лебедев Дизайнер Вот Он объездил абсолютно все страны То есть У него все штампы в паспорте Абсолютно всех стран Ну, не знаю По-моему, это Такая цель Такая вот мечта Которая Которая Если осуществишь То, не знаю Ты Просто супер человек Не сказать, что мы вот прям усердно Прям занимаемся Пишем узло Вот как-то все своим ходом происходит Потому что альбом формируем Мы с Костей вместе То есть Часть материала от него Часть материала от нас И вот Все, что получается Совместными усилиями Мы называем Вот нашим будущим альбомом Мы с парнями уже В принципе Придумали название Озвучили его Костя Больше никому не озвучили Поэтому Извините Сегодня Без названия Сам замечаю Когда долго не читаешь книги Просто начинаешь разговаривать Как какой-то Не знаю Вот как я сейчас Придумаю Какая тема любви Для меня вообще Странная Страшная Я Особенно последний Месяц Почему-то Очень сильно На эту тему Размышляю Вот И Да не знаю Любовь это когда тебе Классно Как тебе хорошо Это Состояние Когда Когда ты можешь творить Когда тебя ничего не заботит Это Очень важный момент Очень важно Блин Вот мне Как человеку Которому Свойственно Через чур много Рефлексировать Не то что рефлексировать Даже Просто Эмоциональность у меня повышена У меня очень важно Иногда Просто Такие дни Когда я могу Не думать ни о чем Просто У меня любимый человек Просто Поговорить Поговорить о какой-то Ей Где Я не знаю Порщать Что Для меня Это важно Я Жил Всю жизнь В Казахстане Какой-то Период жизни Я жил В Кыргызстане Вот Там Пять лет И все время Всю жизнь Я занимался Творчеством То есть В Казахстане Да Там Я Был Финалистом Двух Самых Крутых Телевизионных Талант Шоу После Чего У меня Ну То есть Появились Первые Какие-то Свои Песни Клипы Я Гастролировал По стране Но Потом Наступил Просто Момент Когда Ну Такой Некий Потолок Просто У нас Шоу Бизнес Не настолько Развит Как В России Я Прошел На проект Голос На первый Канал Проект Артист На телеканале Россия И То есть Услышал О том Что Константин Набирает Делается Свой Проект Хачук Меладзе И Собственно Говоря Почему Б и Нет Я Пошел На Кастинг И Собственно Говоря Прошел На Третий Проект И Пролетел Уже В Москву Скажем Так На Три Проекта Сразу Но Благо Хачук Меладзе Начался Раньше Чем Остальные И К тому Моменту Когда Стартовал Проект Голос Артист Я Уже Был В Полуфинале Проекта Хачук Меладзе Поэтому Вынужден Был Отказаться От Остальных Проектов И О чем Вообще Не жалею Костя Блин Это Просто Великий Человек Он Живая Легенда Человек Который Написал Миллионы Хитов На Которых Росли Мы Росли Наши Родители Слушали Наши Бабушки Дедушки И Будут Еще Слушать Очень Очень Много Поколений Поэтому Я Не знаю Костя Гений На Сам Деле Алмата И Вообще В принципе Казахстан Ну Это Моя Родина Мне Там Очень Нравится Мы Очень Часто Сейчас Туда Летаем Гастролировать Вот Но Все Таки В Москве Что касаемо Работы Здесь Конечно Намного Круче Самый Главный Девиз По жизни У меня Был Всегда Наверное Что Не убивает Нас Делать Только Сильнее Поэтому Наверное Именно Этим Девизом Я руководствовался И всегда Шел вперед Я попробовал Себя в новом Амплуа В качестве Ведущего На телеканале СТС Лав Меня Пригласили Они искали Собственно говоря Ведущего После Первого Первого Пробного дня После Пилотной Версии Скажем так Меня утвердили На роль Ведущего И Скажем так Уже потом Вокруг меня Построили Это шоу Придумали Корейское название Саранхэ Что означает Я тебя люблю Придумали Концепцию Программы Ну И получилось Довольно Таки Очень неплохо Людям нравится И Глядя на рейтинги Можно сказать Что Проект Получился Очень успешным Вообще Тяжело Конечно Личная Жизнь Все таки Она личная Поэтому Мы стараемся Держать За кадром За Грани Всего К чему Мы Прикасаемся И Сохранять Такой Небольшой Мирок Вот Но Это Очень сложно Изменилось То Что Я Начал Скрывать От всех Посторонних Глаз Потому что Ну На самом Деле Очень много Недоброжелателей Много Злых Языков И Все Постоянно Пытаются Крутить Какие-то Интриги Я Не любитель Всего Этого Поэтому Стараюсь Просто Держаться От всего Подальше И Скажем Так Держаться В этом Только На Профессиональном Уровне То есть Творить Музыку Музыку